Аэробус А319 Штутгарт. Город в юго-западной Германии. Население более полумиллиона человек. Высотных зданий почти нет, поэтому наслаждаться панорамой города лучше всего в стиле башни. Штутгарт. Город в юго-западной Германии. Быстрее всего передвигаться по Штутгарту на метро. Здесь оно называется Эс и Ульбаны. Билеты самые дорогие в Германии, зависят от зоны поездки. Удивительно, что такси обойдется дешевле, особенно если ездить компанией. 10 евро в любой конец города. Штутгарте. В Штутгарте родился немецкий философ Георг Гегель. Жил поэт Фридрих Шиллер. В 19 веке представители дома Романовых построили здесь свою любимую летнюю резиденцию – виллу Берг. Тогда же в городе появился русский православный храм Николая Чудотворца. Сегодня пожить в Штутгарте в царских условиях пятизвездочного отеля обойдется примерно в 125 евро на человека в сутки. Эту сумму вы заплатите в роскошном Штайгенбергер Цепелин. А за самый экономичный двузвездочный отель Пансион Кайнат придется отдать 28 евро в сутки. Он расположился в километре от штаб-квартиры компании Порше. Кстати, музей Порше должен увидеть каждый. Как и сами экспонаты, билет дорогой – целых 8 евро. Сэкономить можно в музее пивоварни на Роберт-Кох-штрассе. Вход на пенную выставку абсолютно бесплатный. В Аэрофлоте знают, многие туристы любят Штутгарт за то, что здесь можно попить настоящего немецкого пива. Здесь есть варианты на любой кошелек. В заведении Баунхаус цена бокала доходит до 10 евро. У нас 12-13 видов пива, в том числе и экспортное. Есть и чистые, есть миксы со вкусом винограда или лимона. Но есть бары и с фиксированной невысокой ценой. В Calver Egg все пиво стоит по 3 евро за бокал. Мы делаем пиво на любой вкус, и такое пиво, как у нас, вы точно не купите в супермаркете. В ресторане Oxenville предлагают отобедать в традиционной швабской обстановке. Цены кусаются. Средний чек – 80 евро на человека. Зато гастрономических впечатлений хватит на годы вперед. Кстати, у официанта точно есть меню на русском. Все зависит от того, что вы выберете. К тому же у нас большая винная карта. Если хочется перекусить и сэкономить одновременно, можно разместиться с купленной в магазине едой прямо на газоне Дворцовой площади. В полдень она превращается в большую поляну для пикника. В Штутгарте можно отдохнуть на широкую ногу и получить самый высококлассный сервис. Но и провести время экономно тоже более чем реально. В любом случае, каждое путешествие начинается и заканчивается полетом. И если это перелет бортом аэрофлота, то отпуск точно будет удачным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова